На этот раз защитникам Родины отправят и сборники стихов, посвящённые самим бойцам СВО. Автором книги «Зов сердца» является член Союза писателей Тувы Чечена Мангош. Отметим, что это её новый сборник стихов, которая уже не на двух, как в прошлом сборнике, а на четырёх языках выпущена. Добавлю, что в нём не только её стихи, но и других поэтов. На этот раз мы будем отправлять 200 книг уже нового сборника на четырёх языках. Это Тувинский, Русский, Марийский и Хакасский. Туда вошли поэты со всей России. Всего где-то 26 авторов. Стихотворений очень много и все на четырёх языках переведены. Книга адресована широкому кругу читателей, но прежде всего бойцам из Тувы, выполняющим боевые задачи в зоне СВО и членам их семей. Эти стихи о мужестве и героизме российских воинов, о любви к стране. Такой сборник стихов даёт ребятам большую поддержку. Они такие отзывы отправляют мне, что меня тоже духом утверждает наши ребята. И на этот раз я решила сделать этот сборник на четырёх языках уже усилить. В финансовом смысле? Да, в финансовом смысле я особенно хочу отметить поддержку нашего министерства культуры в лице нашего Виктора Сергеевича, который профинансировал тысячи экземпляров нашей книги. Пятьсот экземпляров библиотекам нашей республики они раздали. Вот сейчас мы отправляем уже часть. В стороне не остаются и сотрудники Управления федеральной службы государственной статистики ТУВИ. С начала СВО они оказывают существенную помощь при сборе гум-помощи. Своими силами закупают технические средства, товары по заявкам бойцов. Сейчас очередную помощь тоже привезли. Там у нас генераторы, горючие смазочные материалы для ребят. Одежда, продукты. Флаг республики ТУВА тоже вот ребята у нас заказывали. На 189-й отдельный разведбатальон, примена, ребята находятся в лесу. Они написали, что их трое там. И вот прям в заявке, то, что было указано, они купили. Тут получается спальный мешок, формы, рация, мультикам, пила, генератор, бытовые, бытхим и продукты. Конечно же, дроны там по мере возможности тоже. Гуманитарная помощь оказывает существенную поддержку и сплоченность между жителями и нашими воинами. Каждый вклад важен и помогает приблизить победу. В этом уверены жители ТУВА. Единым лесулюканским штабом принято решение об отправке гуманитарного груза 1 мая. При поддержке правительства республики ТУВА будет грузовая машина, в составе которой две автомашины. Это УАЗ Патриот, а также технические средства по заявке наших ребят, а также то, что принесли наши земляки. Сбор гуманитарной помощи для военнослужащих на передовой линии – это один из способов выразить нашу благодарность за их службу и жертву. Благодаря таким усилиям наши бойцы чувствуют поддержку и заботу со стороны общества, что может помочь им в сложных условиях и повысить их боеспособность и боеготовность. Инна Клоян, Батырбазан, Самдан Иргит, телеканал ТУВА24.